Новые детские сады и школы, содержание уже построенных социальных объектов, газификация сел. Эти и многие другие направления развития Сочи требуют постоянных крупных вложений. Городскую казну вполне успешно пополняют санаторно-курортная отрасль и торговля. Но не всегда налоги собираются в срок. У нас в целом по году, по 14-му, хорошие проценты в уровне прошлого года. По земельному налогу 137%, по налогу на имущество физических 154%, по транспортному налогу 100% в уровне прошлого года. При этом было обращено внимание, что у нас низкая собираемость текущих платежей по сроку 1 ноября, которые были. А вот налоги на доходы физических лиц и арендная плата собираются хуже. Этот вопрос находится под прямым контролем и краевых, и городских властей. В Сочи отчисления идут примерно на общекраевом уровне. Этого недостаточно, считает глава города Анатолий Пахомов. Мы сегодня исполнение плана по транспортному налогу не 100%, а 91%. То же самое, если мы говорить будем о налоге с физических лиц, то тоже не 100% у нас, а 97%. Остается 20 дней до конца года. Мэр потребовал усилить эту работу, действовать совместно с налоговиками и судебными приставами, требовать отчет из глав сельских районов. Чаще всего именно там задерживается оплата земельного налога. Более жестким, по мнению главы, должен быть и подход к тем, кто не платит за аренду земли. Тогда, по мнению Анатолия Пахомова, и расходы на развитие города будут эффективнее. Кроме того, мэр потребовал обеспечить возможность для досрочного перечисления зарплаты за декабрь бюджетникам. Она будет выплачена до конца года.